А за что штраф? Штраф за следующее. За то, что я распространил два сведения недостоверных. Первое, что русские войска были в феврале под Киевом. А вторую недостоверную информацию о том, что русские войска стреляли по украинским городам. Вы это делали в своих соцсетях или вы об этом говорили студентам? Или вы публично это высказывали, не знаю, на кафедре, возможно? Нет, я не занимаюсь политикой на работе, потому что это высшая школа, там заборонено. То есть нельзя такое делать. Это в социальных сетях я сделал два перепоста. Один перепост видео «Разгром кадыровцев под Киевом» и другой еще под Мариуполем. Там видео, где девочка погибает. И вот эти два перепоста суд сегодня пришел к выводу, что это ложь. Никаких выстрелов российская власть, войска не делали. И под Киевом их не было, я так понимаю. А как так, если есть документальные доказательства? И если эти же российские войска, кремлевская власть в рамках жеста доброй воли, как они это называют, вывели в конце марта из-под Киева. Вывели это то, как они говорят, а на самом деле их-то вооруженные силы Украины выбили из-под Киева. Ну, дело в том, что вы рассуждаете в формате логики. Где есть второй закон логики, в котором два контрарных суждения не могут быть истинными одновременно. То есть нельзя одновременно и быть под Киевом, и не быть под Киевом. Но в России эти правила не работают. Можно одновременно и быть под Киевом, и не быть. И быть оштрафованным и изгнанным из ВУЗа за распространение недостоверных сведений, которые достоверны.